Добрый вечер дорогие друзья, добрый вечер в эфире программа горская среда, добро пожаловать в культурно-образовательный центр Бейджо-Ро. Сегодняшний урок посвящается светлой памяти моей бабушки Дора Батавнир, Рохадуна и Тенахэна Беганэден, чтобы ее душа пребывала в Ганэдене. Мы с вами сегодня учим законы Венешхая по поводу Хануки. Сегодня праздник Ханука, всех поздравляю с праздником, чтобы свет этого праздника вошел в наши души, помог нам стать мудрее, веселее, счастливее и праведнее. Говорит Венешхай, что вот сейчас будет Шаббат. В этот Шаббат, этот Шаббат Ханука принято немножко больше делать еды, немножко вкуснее, выделить как-то этот Шаббат, что это не просто Шаббат, а Шаббат Ханука. Иногда выпадает... Ханука 8 дней длится, это в конце месяца, и получается, всегда в Хануку есть Рошходуш, новый месяц. То есть Ханука начинается в месяце Кислев и переходит в следующий месяц Тевет, и всегда Рошходуш всегда выпадает в Хануку. Иногда бывает, что Рошходуш и всегда Шаббат выпадают в Хануку. Еще Бенешхай об этом будет говорить немножко. И иногда бывает, что Ханука, Шаббат и Рошходуш в один день выпадают. Говорит, что это самый длинный биркад Амазон в году, потому что у тебя есть ставка на Шаббат, есть ставка на Рошходуш и есть ставка на Хануку. Ну, потом... Это то, что Бенешхай говорит, что Шаббат, Ханука, надо его больше сделать. И особенно, если выполнил Рошходуш, Рошходуш Тевет, бешвиль персуманес. Зачем выделять Шаббат Ханука? Персуманес. Персуманес у нас... Это надо запомнить идею. Персуманес, это самая главная идея Хануки, это распространить ханукальное чудо. Рассказать всем о том, что вот это было чудо. Поэтому спрашиваю, что в этот Шаббат лишний салат приготовят? Ну, потому что Бог сделал чудо для евреев. Он нас спас от греков, Он сделал так, чтобы масло горело дольше, чем должно было. Был такой великий праведник, Раби Мейр Балянес. И принято перед Шаббатом зажигать лишнюю свечу в честь Раби Мейр Балянес. Балянес значит чудотворец. С Раби Мейром много чудес происходило. Есть у нас, кстати, такая специальность ГУЛА. Как сказать, ГУЛА это такой, типа, как талисман, что ли. Это когда человек в беде или какие-то у него трудности, сказать... ... Есть такое понятие. Мы даже когда с лихотой читаем перед Рос-Шишаной, Йом-Кипур, мы говорим... И мы перечисляем, что... Ответь нам, ответь нам Бог Авраама, Бог Ицхака, там, Паха Дицхака. И одна из вещей, о которой мы говорим, И ЛУАДМИИР АННЕНУ. То есть, ответь нам. И перед Шаббат Ханука зажигают лишнюю свечу, говорит Бен Ишхай, в честь Раби Мейр Балянес. Быстро вам расскажу историю. И она не просто, как бы... Я не ухожу от темы, потому что, на самом деле, она связана немножко с Ханукой. В трактате Шаббат, по-моему, это Айн Зайн, рассказывается там про Раби Мейр Балянес, что его сестра его жены попала в неприятности. Ее взяли власти, она была очень красивая, хотели из нее сделать куртизанку. И жена Раби Мейра говорит, слушай, что ты сидишь тут? То есть, что ты сидишь тут? Вставай, иди, иди спасай ее, что ты сидишь? Он взял деньги какие-то, пошел ее спасать, подкупил стражника, говорит, пошел проверил, что она не согрешила ни с кем. Надо ее спасать, думаю. Она заслуживает спасения, подкупил стражника. Стражник говорит, слушай, я деньги не против взять и не против ее отпустить, но она не просто узник, она не просто стандартная куртизанка, она находится под близким очень на учете, если она пропадет, то быстро у нее схватится, и меня потом, я не знаю, что со мной сделают. Он говорит, если у тебя будут какие-то неприятности, просто скажи, и ты спасешь, что у тебя все будет нормально. А, он говорит, ищи дураков. Он говорит, устроил тут поле чудес. Он говорит, иди закопай свои деньги, и утром вырастет. Я что, Буратино тебе? Он говорит, ну, хорошо, давай проверим. И они пошли, там какие-то были собаки, людоеды, страшные волкодавы, натравил на этого стражника, и он говорит, ну, говорит, если хочешь жить, скажи, илогады мейра нэни. Он говорит, илогады мейра нэни, говорит, бог мейра, ответь мне. И эти собаки его не съели. То есть он увидел, что это работает. Он говорит, все, хорошо, давай деньги, я отпускаю эту девушку. Забрал свою сестру, но свою сестру в законе ушел, и потом этого мужика, как сказать, этого стражника хотели повесить, и он сказал, илогады мейра нэни, бог мейра, ответь мне, и он спасся чудесным образом. И то есть это главный источник, откуда мы видим, что если у человека проблема в жизни, и человек имеет трудности в жизни, он может сказать, илогады мейра нэни, бог мейр, ответит мне, и он будет спасен. That's what we assume. То есть не всегда, наверное, это работает, может быть, там есть какие-то дополнительные нюансы. Но Маарша на эту геморрук говорит, что такое мейр. Мейр, как он мог так сказать, что бог мейра, ответь мне. Бог вообще Всевышний при жизни праведников, он не ассоциирует свое имя с ними. Почему? Потому что человек до конца своей жизни, он не может быть до конца уверен, что он никогда не останется праведником. Да, то есть были у нас много случаев, когда очень праведные люди уходили с пути прямого и становились грешниками. Один, наверное, очень известный пример, это Илиша бен Абуя, был великий праведник Итана, то есть один из авторов Мишны, Илиша бен Абуя, он приводится много где в Геморе, в Перке, а вот приводится. Он поднялся на очень высокий уровень и ушел потом. Он стал Михалель Шаббат, он начал осквернять субботу, он спал с проституткой, делал много грехов, он ушел, как бы все, сказал бай-бай, и мудрецы сказали, не называйте его больше Илиша бен Абуя, а Хер, он другой, как будто это вообще другой человек, они даже не хотели его поймить, не говорили. Теперь другой есть пример, был Коэн Гадоль, который под конец своей жизни был первосвященник, служил в храме, он ушел от Бога, то есть он стал там сдуки, перестал соблюдать. Поэтому Всевышний как бы не ассоциирует свое имя с праведниками, пока они живые. Были исключения, например, Ицхак, если вы помните, потому что он был слепой, и он говорит, что слепой, как будто у него нет такой сильной яцаргары, поэтому Всевышний сказал, окей, пахат Ицхак, что я Бог Ицхака. Как это, Раби Меир мог сказать, элёга де Меир анени, то есть это даже какое-то такое, что ли, высокомерно так звучит, что я как бы точно останусь всегда праведником. Для этого нужно знать немножко иврит, говорит Маарша, что значит Меир, что такое Меир? Слово Меир, что такое? Меир от слова Ор. Ор это вот у нас, сейчас ханукальные свечи говорят, это Ор, это свет. Меир это значит освящающий, значит Бог освящающий, ответь мне. То есть он не говорил, что я Бог, что Бог, мой Бог, как бы ответит тебе. А он говорит, что Бог, который освящает этот мир, пускай он ответит тебе. То есть, и на самом деле, это Маарша приводит, что это связано с ханукой, что как бы в хануку тоже у нас Бог света, да, такой как бы, Бог света, который нам ответил в час нашей беды. Поэтому, может быть, поэтому Бен Шхак приводит тут, что есть у Менхагин, что стоит зажигать свечку Раби Мейр Балянес перед шаббат хануком. Окей. Он говорит, что нужно быть аккуратным и осторожным, когда мы произносим халель в дни хануки. У нас есть два вида халеля. Что такое халель? Вообще слово халель. Халель – это слово как? Халилюя. Что такое халилюя? Восхвалиться Бог. Да? Восхвалю Бога. Халель – это тот же самый корень. Галель – значит восхвалять. Говорят, что в дни хануки мы говорим полный халель. У нас есть два вида халеля. Один – неполный халель. Мы пропускаем некоторые части. А есть полный халель? Полный халель – это когда мы говорим все. И мы его не говорим всегда. То есть, в определенном, например, Рошходиш, когда новый месяц, we don't say the full халель. Рошходиш, we say not full халель. Half халель. Half халель. Right. And by Sepharadim, we don't even say braha when we say have halel. Мы только braha говорим, когда полный говорим халель. Поэтому ханука – это великий день. Праздник, установленный мудрецами. Мы говорим полный халель. So farukha, father and Roshchodish, we say half a little? No, we say full halel. We say full halel. So this week is Roshchodish? This week is Roshchodish, we're going to say full halel. Sunday morning? I don't remember. But here, вот в Siduri, смотрите, например, halel, да? Вот тут на иврите маленькими буквами, это значит, это пропускаем, когда неполный халель. А вот большими буквами, и на русском тоже тут, в сокращенном варианте пропускают, видишь? Есть сокращенный вариант, есть полный вариант. В хануку мы говорим полный вариант. То есть мы хотим выразить Всевышнему благодарность, и мы полны благодарностью, и мы хотим его восхвалять полностью, не просто сокращенный вариант. Почему мы делаем это на кроссовок? He's going to talk about it. и мы говорим, ни сону, мы не говорим полный халель. А в хануку мы говорим полный халель. Он сравнивает, говорит, хэна умрим халель, гамур, шмуна, ямин 8 дней подряд. Ты понимаешь, поэтому нужно говорить, не просто его говорить, бля-бля-бля-бля-бля, а с хованой. Надо стараться концентрироваться в ба-симхай, и с радостью. Да, этот праздник радости, праздник света, это полный халель мы говорим. Почему в Песах мы не говорим полный галей? Это хороший вопрос. Если мне не измоминает память, то одна из причин это то, что творения Всевышнего умирали в больших масштабах. То есть мы говорим про египтян, которые были спасены, нам есть за что благодарить Всевышнего, но с другой стороны творения Всевышнего тоже тонули при рассечении моря и умирали и так далее. То есть наверняка есть другие причины, почему в Песах мы не говорим полный галей. По-моему, кстати, первую ночь мы говорим полный галей, если я не ошибаюсь. The point is still very strong. Остается идея Ибн Ишхая полноценная, что нужно относиться к галиле очень щепетильно. Еще одна лаха он говорит, что есть обычай, что когда горят свечи, женщины не работают. И это не такое обычай, которым стоит пренебрегать. Если у человека есть женщины в доме, то пока горят свечи, хотя бы первые полчаса нужно отдохнуть. Это древние обычаи. Женщины очень во время страдали во время Хануки. Очень сильно. Можно сказать, что может быть у евреев нету 8 марта, но у евреев есть 8 дней Хануки. И каждый из этих дней Хануки, это как женский день, женский праздник. Одна из вещей, почему это женский праздник, потому что женщины не работают в Хануку, пока горят свечи. Он говорит, что по Кабале тоже есть источники. По-простому это потому, что их насиловали, притесняли. И одна из женщин подняла это восстание, это иудит. Она отрубила голову военачальнику, который пытался с ней переспать. Мы немножко сейчас поговорим о этой истории. Но женщины, они связаны с этим праздником очень сильно. Приводит Аризаль по Кабале, что идет, дополняется святость к Малхуду. Я не буду говорить о том, что я не понимаю. Я думаю, что просто потому, что праздника нет. Приводится в книге Шухан Гаво, что женщины не должны стирать и не должны шить в первые и последние дни Хануки. За исключением тех случаев, когда это является источником их заработка. Он говорит, однажды я спросил у большого раввина, как нам поступать, как они поступают в Иерусалиме. И он мне сказал, что они доделают работу в дни Хануки. Но он говорит, что у них была традиция в Иерусалиме, что если женщина заболела или попала в опасность, то она брала на себя обещание, недр. Чтобы не делать работы в Хануку, и благодаря этому недру она спасалась. То есть у нас есть такое понятие, что мы стараемся вообще не брать на себя никаких обещаний, никаких клятв, за исключением тех моментов, когда мы оказываемся в опасности. И когда мы в опасности, то мы можем взять на себя какие-то обещания и сказать, Бог, я обещаю, что если ты вытащишь меня из этой опасности, из этой ситуации, то я там дам 500 долларов на синагогу, или я буду каждый день одевать филин. Ну, какие-то люди делают в момент опасности. Мы видим Якова Вину, что когда он убегал от Исава, он сказал, Бог, если ты мне дашь одежду одеть и еду покушать, то я обещаю там десятую часть всего, что ты мне дашь, отделить тебе. И он говорит, что это работало, что у женщины, у которых была традиция, что если женщина попадала в какую-то беду, она брала на себя недр, что в Дни Хануки я не буду работать, ну, какие-то работы делать определенные, то и она, это не просто фухло какое-то, да, то есть это реально работало, и для них это являлось источником заслуги. Некоторые брали на себя один день, они говорили, там, первый день Хануки, или там, пятый день Хануки, я не буду работать. В зависимости, что они хотели. Окей, это еще одна интересная Аллаха, которая приводит Бен Ишхай. То, что я вам говорил, что есть обычай кушать молочную еду в Хануку. Вот у нас пицца тут, греческий салат, да, память о том, что мы избавились от греков. Мы их тогда съели, мы сейчас их съели, да. Заживали. Охлин махлей халабы ханука, зехрленесшен асабы халав, память о чуде, которое было сделано с помощью молока. Что там за чудо? Шахила, иудит, идауёб. Был у них такое страшное постановление, что женщина, прежде чем выйти замуж и быть со своим мужем, она должна была переспать с военачальником или с губернатором. И вот была эта девушка, которую звали иудит. Она сказала, хорошо, если так полагается, так полагается. Говорит, ну, давай по-человечески все сделаем, давай пообщаемся сначала. Нужно какая-то, чтобы была у нас химия какая-то, да, романтика, давай перекусим. Накормил его сыром, да, отсюда пошло это махлей халаб, молочная еда. Он захотел пить, напоил его вином. Он напился в дрова просто и заснул. Она достала меч, отрубила ему голову и подняла еврейский боевой дух. И это, на самом деле, очень сделало такой поступок смелый, да, решительный. И в память об этом мы кушаем молочное, да, о том, что она накормила его сыром. Тут он говорит, что Шигайами Малхи Яван, он не просто был военачальник какой-то, он был один из греческих царей. То есть, в Амасе Гуабесефер Хемдад Ямим. Говорит, что эта история приводится в книге Хемдад Ямим. И это произошло раньше, чем чудо, которое мы празднуем со свечками, раньше, чем ханукальное чудо, за несколько лет до этого. То есть, это не все в одно и то же время происходило. Ахуэльвэто оев Гайами Малхи Яван, так как этот человек был очень в высокой позиции, да, один из царей греческих. Гамгу Гайяру Цела Авирам Альдат. Лахано сим ланезе Гамкин Захри Биме Явану. Поэтому в Хануку, хотя это не произошло в одно и то же время, как вот то чудо, которое мы сейчас вспоминаем, мы все равно вспоминаем об этом в Хануку, да, потому что, как бы, оно этому предшествовало в одно и то же историческое время, более-менее произошло. Он говорит, так же, как в Пуриме есть обычай кушать всякие зерна в память о чуде, которое сделали для Даниэля и его товарищей. Окей, тут очень интересная вещь говорит, что в слове халав, молоко на еврите, да, есть, знаете, на русском бесплатно, когда что-то раздают, как называется? Халява, да, от слова халав, молоко. Есть, я не знаю, сколько это правда, но говорят, что были в каких-то местечках, там раздавали бесплатное молоко, и евреи друг другу кидали клич, да, такой, типа халява, халява, типа халав, халав, молоко раздают. Есть много таких приколов, что говорят, что когда шмонали в тюрьме, обычно происходило 8 часов, на еврите 8 это шмоны, шмоны, шмон, 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 сейчас шмон будет, да, ну и так далее. Не знаю, насколько все это правда, но... А сын этого сына, но кто был, самый плохой? Хам, хам, да. А колбаса, знаешь, как говорится? Кольбасар, все мясо, кольбаса. Да, весь жаргон от... Это идешь, да, идешь, да. Идешь, это на еврите тоже, шмоны на еврите тоже. Так он говорит, теперь он говорит про слово халав, молоко. Зачем я этому говорю? Он говорит, чтобы вы запомнили на самом деле все эти приколы. Говорит, три вещи, которые они хотели, чтобы мы отменили их, да, то есть запретили освещать месяц, ходыш. То есть первая буква слова ходыш, хэт, это халав, да, то есть жалко, нету доски и фломастера, я вам сейчас показал бы. В общем, халав три буквы, хэт, ламад, бэт, буква хэт, это ходыш, да, то есть типа как аббревиатура. Второе слово шаббат, имела. В слове шаббат, вторая буква бэт, это тоже из халав. И третье слово мила, то есть там идет ламад. В общем, он говорит, что в слове халав намекаются вот эти три вещи, которые греки запретили еврейскому народу. Катан Шигель и хинух, еще один закон, интересно, что ребенок, который достиг возраста хинух, хинух это, значит, дословно, как воспитание или образование. Когда возраст, когда мы приучаем детей уже к заповедям. Я не знаю, честно говоря, какой это возраст, но это когда возраст, наверное, лет пять, уже шесть, когда они уже начинают понимать, как бы, концепцию немножко Бога и то, что есть кто-то над нами. Кто старше, кто младше, разные дети бывают, некоторые более развитые, менее развитые. Ну, в общем, когда ребенок достигает такого возраста, когда ты уже понимаешь, что его можно приучать к заповедям, то хорошо, чтобы он зажигал дополнительные свечи. То есть, у Сфарадим, опять же, наша обычаи, у Ашкеназа каждый свою минору зажигает, это считается самым лучшим способом выполнить митву. Ми гадрин, ми хамид гадрин. У Сфарадим считается, что один, как бы, одна минора на весь дом. Что, как бы, хозяин дома зажигает, и дети, и жена, и все, как бы, выполняют заповедь вместе. Так, он говорит, если ты хочешь приучить ребенка, дай ему возможность принять активное участие. Каким образом? Первую свечку ты зажигаешь всегда сам, потому что ребенок еще не обязан выполнять митву, он не может выполнить ее. То есть, поэтому нужно самому зажечь первую свечу, но остальные свечи ты можешь дать возможность своим детям зажигать, чтобы они приучались, чтобы они принимали участие активно. Честно говоря, у нас дома мы даем им зажигать свою минору, чтобы, как бы, пока они не понимают, что, как бы, должна быть одна на весь дом. Они хотят, они в школе сделали свою минору, как ты им говоришь, нет, ты свою не будешь зажигать, у нас обычай такой, положи свою минору в коробку. Они хотят показать, и, да, и так далее. То есть, I have to feel happy, они должны принимать участие, должны радоваться, как бы, приучаться к заповедям. Теперь, в пятницу. В пятницу зажигают сначала хунукальные свечи, а потом шаббатные. На самом деле, когда зажигаешь сначала шаббатные свечи, то ты, как бы, уже говоришь, что, о, все, начался шаббат. Если начался шаббат, как ты зажигаешь хунукальные свечи. Технически шаббат не начинается, пока ты не примешь на себя шаббат. Да, то есть, как бы, даже женщина может зажечь свечи, еще потом идти готовить и включать свет, если она хочет. Но она должна иметь это в виду, да, как бы, что я не принимаю на себя шаббат с зажиганием свечей. Я принимаю его позже. Ну, как бы, оно, в общем-то, в идеале оно противоречит. Поэтому хунукальные свечи сначала, да, потом шаббатные свечи. Потом тут очень, говорит, интересная вещь. Он говорит, что по каббале тоже это проблема, говорит, что о, все, погам, ты человек, который сначала зажигает шаббатные свечи, он создает какой-то определенный ущерб в духовном плане. Дальше он говорит такую интересную вещь, что в пятницу стоит помолиться Минху пораньше. Обычно мы прибегаем к синагогу, молимся Минху прямо перед встречей субботы. Да, Минху молимся, потом встречаем шаббат, и потом молимся вечерней молитвы. Он говорит, что в шаббат Хануку желательно помолиться Минху заранее, а потом прийти домой зажечь свечи, и потом пойти в синагогу молиться Аравит, вечерней молитвы. Почему? Потому что когда свечи вообще зажигают? В Хануку. Как стемнело. То есть, когда ты зажигаешь ханукальные свечи, по факту ты говоришь, как бы уже наступил вечер. А тебе в пятницу ты зажигаешь еще, когда дневной свет. Почему? Потому что когда вечер, уже шаббат, уже нельзя зажигать ничего. Поэтому зажигаешь заранее, наливаешь побольше масла, чтобы оно горело, 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 когда уже шаббат начался, когда уже звезды вышли, еще полчаса после выхода звезд горело. Но, как бы концептуально, когда ты зажигаешь ханукальные свечи, ты говоришь, что уже начался вечер, хотя вечер еще не начался. И поэтому, как ты можешь молиться Минху, которая является дневной молитвой, если ты уже зажигал ханукальные свечи, которые олицетворят собой наступление темноты. То есть, он говорит, что это обычаи глупых людей, которые зажигают сначала ханукальные свечи, потом идут молиться Минху. Иногда не бывает, нет другой возможности, когда-то сейчас особенно, сейчас очень тяжело, в пятницу коротко, ты в 9 часов начал работать, в 3 тебе нужно уже быть дома, чтобы успеть просто душ принять и переодеться. Не говорю, до синагоги дойти, да, если в 3 тебе нужно быть дома, это значит, что тебе нужно в 2 или раньше выйти с работы, да, потому что многие работают или в Манхэттене, или где-то в Нью-Джорси, ну, кто где, не все же рядом с домом работают. А еще и шаппинг надо делать. А еще, да, что-то купить на шаппадже надо, да. То есть, сейчас пятница очень-очень короткая, и на самом деле помолиться успеть еще Минху днем, и чтобы прийти зажечь потом ханукальные свечи, очень тяжело. На самом деле, поэтому, как бы, как получится. Ну, если есть выбор, надо иметь в виду, что сначала лучше помолиться Минху, а потом зажечь ханукальные свечи. Окей, это мы учили уже. Представьте, у тебя, вы едете, там, не знаю, с друзьями или с родственниками куда-то в отпуск или снимаете какой-то дом, не знаю, у каждого есть свое, как бы, где он спит, и, может быть, даже где он кушает, а потом вместе где-то собираетесь, там, в общей зоне. Он говорит, что, как им зажигать ханукальные свечи. Ну, если у них у каждого свое помещение, наверное, могут каждый сам зажечь со своей семьей, но если они все вместе там где-то находятся, они могут скинуться, каждый там по доллару, и зажигать все вместе. Зажигать все вместе, и каждую ночь там чередоваться. Он говорит, сегодня я проху скажу, завтра ты, послезавтра он, и так далее. Такое он предлагает решение вопроса. Он говорит, теперь, если сын, который взрослый, живет с тобой, как ему поступать? Говорит, у них обычай такой, Если он взрослый, если он холостой, то он не зажигает своими нору, он зажигает вместе с отцом часть семьи. Именно, если он женатый, и он живет с родителями, и у него есть своя комната, то он сначала зажигает с отцом, слушает браху, отвечает аминь, а потом идет в своей комнате и зажигает без брахи. Так он говорит. Нельзя пользоваться светом ханукальных свечей. Бен ташмиш душа, бен ташмиш холь, и для святых вещей, и для будничных вещей. Но говорит, можно зажигать одну ханукальную свечу от другой. Макавей победит. У нас настоящая ханука. Я уже начал. Бару Хошем. Бару Хошем, главное не сдаваться. Ровно год прошел. Надо собрать коллектив. Чтобы удержаться. Если мы так будем под два, под три человека сидеть, вернется все назад. Да. Авали нерга нусав мутар веш махмирим гамба нерга нусав. Укви асот им не инем ура, осепе гамгадол. Теперь он говорит, что нельзя. Можно зажигать одну ханукальную свечу от другой, но не через посредника. То есть, если ты взял шамаш, зажег от одной ханукальной свечи другую, получается, шамаш, она же не святая свеча. Ты, получается, зажег будничную свечу от ханукальной. Понимаешь? Он говорит, что если ты хочешь одну ханукальную свечу другую зажечь, это ладно. Это еще полбеды. Но, говорит, взять будничную свечу и через посредник, это вообще никуда не годится. Окей, и напоследок, скажу вам, тут интересный драж у него есть. Мы сейчас учили с вами закон, а у него есть в Бан-Шхай драж. Драж – это как речь. Эта книга написана по его речам, которые он давал в Багдаде, в синагоге. У него, говорит, это была большая синагога. И, если мне не изменивать память, то, когда он умер, его сын, по-моему, занял его место. И он говорил, что люди его просто не слышали, когда он давал речь. Говорит, что это было какое-то чудо, что была огромная синагога, что когда Бан-Шхай давал речь, его слышали по всей синагоге. И он не громко говорил. Он говорит, что говорил не громко, но слышно его было везде. Как бы такой вот у него, что ли, Шхина его голос проектировал. Он говорит, что его сын не мог даже продолжать, как бы, в том же духе. И потом он собрал вот эти свои выступления, проповеди, и записал их в книге. У него есть двухгодичный цикл тут. И эта книга называется Бан-Шхай. То есть, его не звали Бан-Шхай, назвали его, звали Йосеф Хаим. И это его настоящее имя. И, кстати, Раби Меира, про которого я вам раньше рассказывал, его не звали Раби Меира. Меира – это его было прозвище. Почему? Потому что он Меира Инейха Хамим. Он освещал глаза мудрецов. Мудрецы могли прийти и сказать закон вот так вот. Он говорит, нет, закон совсем по-другому. И он мог им дать сто причин, про которые они даже не могли эти причины подумать. И они говорят, вау, ты нам сейчас целый мир открыл. Мы всю жизнь учим Торог, мы об этом вообще не думали. Меира Инейха Хамим. Назвали его Нагорай. Есть такие, которые говорят, что это его не настоящее имя, Меир было. Так Бен-Шхай тоже, многих мудрецов мы уже привыкли назвать по их трудам. То есть какие-то их труды. Мы говорим, о, Бен-Шхай. Бен-Шхай все знают, что это на самом деле... Его зовут не Бен-Шхай, его звали Йосеф Хаим. Anyway, он в эту дрошу, он давал обычно законы Ханаки, он давал в проповеди на прошлую недельную главу Ваишев, которая говорится о Йосефе, когда он сидел в заточении. Он встретился в тюрьме с двумя чиновниками. Один был в Виночерпе, а другой был, кто помнит? Мясник, не мяник. Нет, пекарь. Пекарь, пекарь и мясник. И происходили в Виночерпе, 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 Виночерпе. И он пришел один день к ним, и они грустные были. Почему они были грустные? Потому что там сказал, что... Им смерть не оказалась была назначена? Нет, на самом деле на тот момент им еще ничего не назначено было. Они просто сидели, ждали приговоры. Почему они грустные были? В хлебе попался, муха попалась. Ну, понятно, само заточение в тюрьме уже повод для грусти, это понятно. Но в этот день они были особенно грустные. Почему они были грустные? Кто помнит? Почему вы сегодня такие мрачные? Я вам читаю из книги Берешита, из Тора, Черным по Белому, глава 40. Почему вы сегодня такие мрачные? Спросил он этих придворных фараонов, находившихся с ним под стражей, в доме его господина. Нам приснились сны. А, ну да. Почему они мрачные были? Потому что им приснился сон, и они не могли себе место найти. Они чувствовали, как бы... Так их вешали во сне? Нет, во сне их не вешали. Давай почитаем. Ответили они ему. Но нет для них толкования. Почему они грустные были? Потому что они не могли интерпретировать их. Комментарии говорят, что они интерпретацию видели во сне. То есть они даже знали, что этот сон означает, но они ее забыли и мучились из-за этого. Что, как бы, я знаю, что этот сон означает, он у меня крутится где-то. Не могу вспомнить, что. Ну, у царя же тоже так было. И у фараона потом то же самое было. А как фараон вообще узнал, что Йосеф толкует сны? Ну, потому что они пришли ему в венодел. Экзакли, этот веночерпий венодел. Разве толкование не от Бога? Спросил их Йосеф. Прошу, поведайте мне ваши сны. И вот они ему рассказывают. Главный веночерпий рассказал Йосефу свой сон. Мне снилось, сказал он ему. Слушайте внимательно. Потому что Бен-Нашхай сейчас будет этот пасук разламывать и разжевывать. Сказал он, мне приснилось, сказал он ему. Будто передо мной виноградная лоза. На лозе три побега. И вся она словно расцветает. Словно расцветает. На ней появилась зависть. Грозди созрели и созрели ягоды. А у меня в руке чаша фараона. Я взял ягоды, выжил сок в чашу фараона и подал фараону эту чашу. И вот Йосеф ему дает разгадку. Вот разгадка. Сказал ему Йосеф. Три ветви. Это три дня. Через три дня фараон тебя возвысит. Он вернет тебя на твой пост. И ты станешь подавать чашу фараону. Как делал прежде, когда был его виночерпием. То есть, он ему рассказал сон, ему интерпретировал. Теперь Бен-Ишхай на пасуг, когда он рассказывает свой сон, говорит такую вещь. Тут у нас есть три виноградные грозди. Он говорит, во-первых, еврейский народ уподобляется винограду. Это номер один. Почему? Потому что виноградная лоза, я не агроном, я не могу про это комментировать, но я вам почитаю то, что он говорит. Шигу этс халаш врах, что она мягкое и слабое дерево. Так говорит Бен-Ишхай. Ах перутаф ту вимуод. Но несмотря на это, его фрукты, они очень хорошие. Шьеш бэгем ахила уштия. Их можно из них напиток сделать и просто покушать их. То есть, человек голодный, может поесть виноград, это еда. С другой стороны, он может из него выжать и сок сделать, и вино сделать, и попить что-то, напиток. Это уникальный, как бы, фрукт. Кен-Исраэль афальпишем ракима халашим говорит, так же, говорит, еврейский народ, несмотря на то, что они слабые и мягкие, о симпирот ту вим батура ба митцвот. Они производят хорошие фрукты в Торе и в заповеди. Дальше. Другую вещь, он говорит, что гамма гефен эйна микабелед нития. Почему еврейский народ уподобляется виноградной лозе, что виноградная лоза, она не скрещивается с другим растением. Про еврейский народ тоже написано в книге Бамидбар, 23 глава, этот народ, который сидит отдельно, он не перемешивается с другими народами. Вот это очень важно знать, особенно тем людям, которые женились не на еврейках. Говорят, что невозможно, чтобы еврейская душа полностью перемешалась с ситра ахра. Это термин каббалистический означает как бы другая страна. Что невозможно, чтобы он ушел от своего корня на 100%. В конце концов, его душа, она отойдет в другую сторону, она вернется к своим источникам. Может быть, он в несколько раз в этот мир вернется в одном облачении, в другом облачении. До тех пор его будет перерабатываться, его душа, пока он не исправится. Поэтому еврей никогда не должен отчаиваться и говорить, о, я неудачно женился, ну что теперь я могу сделать, я ее люблю, у нас дети, все как бы... Бенешхай говорит, что может быть в этой жизни ты до конца не сможешь тигун сделать, но знаешь, что еврейская душа, она, Бог ее не отпускает. Он дает еще один шанс, еще один шанс, пока она... То есть, Бог пока эта душа... Как виноградник, говорит, что с другими он не скрещивается. Говорит, еврейская душа, она не может прилепиться к душе из другого народа. Теперь, это то, что он приходит и говорит про Ханаку. Говорит, что там во сне в Виночерпе приснилось три ветви, да, три побега. У нас есть три, как бы, аспекта нашей души. Говорит, душа, на самом деле, каббалисты разламывают душу на три части, а есть, которые на четыре. Нефеш, это самая нижняя часть души, и она соответствует физическим поступкам. Потом есть руах. Руах, это дословно, значит, дух, это, который соединяет его с божественной высокой душой, с нашама. Нешама, это самая высокая душа, часть души, это, который берет с собой источник от Творца, из кисея кого-то, престола божественного. Она соответствует нашим мыслям. Есть то, что связывает наши мысли и поступки, это слова. Это, то есть, у нас нефеш, это соответствие с поступками. Руах, это слова, дибур, и Нешама, это махшава, это мысли. Он говорит, что вот у нас есть три вот этих, как бы, аспекта нашей жизни. Поступки, слова и мысли. И он говорит, что человек, который шалем, он полноценный, он в этих трех, как бы, аспектах пытается митцвот выполнять самым лучшим образом. У нас есть пасук из притчи царя Соломона, 6 глава, 23 пасук. Кинер митцва, ибо свеча, это символ митцвы. Ветура ор, а свет, это символ Торы. То есть, Тора у нас ассоциируется со светом, а заповедь у нас ассоциируется со свечой. Кинер митцва, митцва это заповедь, Тора ор, Тора это свет. Теперь, что такое свеча? Свеча, вообще, когда обычно на иврите говорят о нер, это имеется в виду светильник, это вот стаканчик, в который заливает маслом, то есть, что-то должно держать маслом, да? То есть, какой-то сосуд, это нер. Туда идет шемен, идет масло, и туда вставляется стержень, фитиль. И он говорит, что эти три вещи, это ассоциируется с тремя вот этими вещами, которые мы сказали. Душа, тел, то есть, поступки, слова и мысли. То есть, нефеш, руах и нашама. Он говорит, что нер, шемен и птиль. Вот это. И это так он сейчас начинает связывать его с Ханукой. На самом деле, он был гениальный проповедник, да? То есть, Даршан, что называется. Драшот, Бен-Эшхай, они просто можно улететь, потому что он и кабалу туда, как бы, и грамматику, все это мешает и приводит разные, как бы, источники. И ашкенадский. Он профессиональный, но он на самом деле amazing. Он amazing. Ты читаешь его Драшот, нужно их понять. Если бы я хотя бы половину понимал, это было бы хорошо. И практические, и практические. Изучая Бен-Эшхай, я не могу не упомянуть о том, что мой отец, дай Бог ему здоровья, до 120 лет, он взял на себя, как сказать, труд организовать перевод Бен-Эшхая. И уже две книги вышли в свет. Это Берешит и Шмот, и сейчас они, и Ваикра, три книги вышли в свет, и они сейчас работают над Бамидбар. Дай Бог, за Божьей помощи, в заслугу нашего урока, чтобы он смог все... Две книги, да? Три. Что? Я помню, ты приносил. Две уже, Ваикра тоже есть. У меня есть дома. Да, да? Ну, хорошо, отлично. Еще одна не хватает, да? Еще две, Бамидбар и дворы. То есть, на самом деле, это то, что он делает, он переводит не только законы, законы, как бы, если ты иврит знаешь, ты можешь сидеть и читать. Он переводит Драшо тоже, вот эти, как бы, много кабалы сюда, тут идет. То есть, это большое дело. Дай Бог, чтобы получилось это все. Ваик сары хад мегем, ло ясэ ханер полато. И он говорит то же самое, что если у тебя в свече нету или масла, или нету фитиля, или нету сосуда, то это уже не полноценная свеча. Как бы гармония. Нету гармонии, да? Да просто это гореть не будет, как бы, что-то не хватает. Он говорит, то же самое с Митцвор, как бы, если наша заповедь неполноценная, она уже не такая, она уже, как бы, не доделана. В прямом смысле. Говорит, почему евреи удостоились чудом? Потому что они, как бы, бросили себя соблюдать заповеди полноценно, да? То есть, они сто процентов свои мысли туда вложили, и свои поступки, и дела, и слова. То есть, они на сто процентов отдались Богу, и тогда Бог говорит, эти люди полноценно, и ради них я должен сделать чудо. Теперь он, ты понимаешь, он обратно от Хануки возвращается к парыше, к недельной главе, которую он привязывает. Потому что он был полноценный праведник, и заповеди, которые, находясь в этой грязи, в Египте, он выполнял их полноценно, и словом, и мыслью, и поступком. Когда жена Патифара, Зулейхан, на него наводила, как сказать, плохие слова про него говорила, слухи, да? Потому что он говорит, что он меня изнасиловал, туда-сюда. То есть, огонь, про который мы сказали, что тоже имеет три вот эти, как бы, критерия, да? Три составляющие. С помощью этого огня он был оправдан. Откуда, что это за история такая? Я думаю, Маши Кадуба Таргум Йонатан, это приводит Йонатан Бен-Узиэль в комментарии, что когда она, чтобы проверить, на самом деле, правильно, она говорит, вот, разбила яйцо, положила на одежду, говорит, вот, это его семя. Патифар говорит, я не знаю, правда ли, неправда. Он решил проверить, как он это проверил. Зажег лампочку, и он понял, что это было не семя, это было яйцо. То есть, получается, с помощью света свечи был оправдан праведник. И приводит этот посылок, что Бог, это Истейлим, 94-й псалм, свет дословно посеян для праведника. Но слово заруа, это те же самые буквы, что слово озер помогает, что свет помогает праведнику. Праведнику. Кто у нас праведник? Когда мы говорим цадик, мы говорим про Авраама, Авраама Вину, Авраам наш пратьец, Давид Мелех, царь Евейского. У многих наших праведников есть какие-то титулы, да? Особенно что-то. Кто у нас цадик? Йосеф. Йосеф он называется Йосефа цадик. Когда мы говорим про Истейц, он говорит, Йосефа цадик, праведник. То есть именно титул цадик, не хасид, например, не какой-то другой, именно цадик это к Йосефу. Когда мы говорим просто цадик, это подразумевается Йосеф. Ор заруала цадик, Моше Рабейну, наш учитель. Или он еще называется, по-моему, Афгановим, отец всех пророков. Его уровень пророчества был самый высокий. Ну, Моше Рабейну, наш учитель, Моше. А Йосефа цадик. Ор заруала цадик, свет помогает праведнику. Да, рассеянь для праведника, помогает те же самые буквы. И на этом мы остановимся, Бау Ха-Шем, чтобы свет Хануки нам помог, чтобы Байджу-Ро, как вышла из тьмы, вошла в свет, и что за последний год у нас был упадок, чтобы сейчас с этой Хануки, с этого чуда начался подъем, и чтобы... Чтобы трамплин был. Трамплин, чтобы наш коллектив только приумножался и умножался. Спасибо. Аминь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.